Погоди Заставлю я смириться подо мной, В мирный круг твой бег направлю укороченной уздой. Вообще, кыргызы говорят джилкэ, адамны канаты. Дословно, это лошадь, это два крыла джигита. Вся история кыргызы связана с жизнью, традицией, прошлой. И вообще, я сейчас больше внимания, свободного времени даю, в работе уделяю лошади. Поскольку я специалист, по специальности медврач, мои родители были скотоводами, чабалами. Я рос вообще вместе с животными, в том числе на лошади. И вообще, по гороскопу, у меня год лошади, знак Содиака Дева. Значит, сочетание вот этих двух знаков получается расистая лошадь, то есть иноходится. У нас кыргызов говорят, Что значит? Если ты живешь день, полдня катайся и находься. Значит, кыргызы, наши предки, поскольку жизнь их, традиции были связаны с лошадью, приходилось, значит, дальнее пространство, значит, совершать, поесть на лошади, весь быт связан с лошадью. Приходилось дальнее расстояние, значит, быстро покорять, поезжать, значит, родственникам по делам на лошади. И в этом отношении не было замены, конечно, иноходцам. На иноходе сидишь, вот говорят, То есть, значит, когда едешь на иноходце, даже вода в чашке, она не должна проливаться. Она и мягкая, селит, значит, едешь очень мягко, одновременно скорость, значит, довольно-таки большая, можно за день проехать в большие расстояния. Если бы кто-то изучал деятельность кыргыза и сосчитал дни ее, то нашел бы, что он сидел на спине своей лошади больше, чем на поверхности земли. Или другое наблюдение. Неприлично пешком ходить. Всюду верхом. Поэтому можно сказать, что судьба лошади нередко судьба самого человека. С коня начинается, человеком кончается. Так повелось издревле. Еще недаром говорится, что лошадь перевезла на себе всю человеческую историю. Мы ленивы и нелюбопытны. Увы, это так верно. Почему мы так запрограммированы? Удивительно, это всегда где-то далеко. На другом краю земли. Нет пророка в своем отечестве. Еще древние подметили это не лучшее свойство человеческой натуры. И трудно порой представить, что вот здесь, рядом с нами, мы можем их встретить. Об одном из них и пойдет речь в нашем фильме. Замербек Мукашев. Саят Кер. Это не профессия. Это призвание. В переводе с кыргызского – тренер лошадей. Он большой знаток скаковых качеств лошадей и обладает огромным опытом выездки, подготовки коней и жакеев к скачкам. Опыт этот накапливался у кыргызов тысячелетиями. В хозяйстве мы, значит, сейчас мы создали отделение, наше хозяйство по всему региону Средней Азии, да и вообще иноходцами занимаются в Азии только Центральная Азия, в том числе Казах и Кыргызы. О наших иноходцах знает вся Средняя Азия. Наши знаменитые жеребцы, как Орион, Палач, Патрон, Оптимист и другие, Пансат, значит, становились за последнее время обладателями почти всех крупнейших соревнований, проводимых как в Казахстане, так и в Кыргызстане. То есть становились призерами Спартак-Яд, двух республик, становились неоднократно победителями Кубка президента Казахстана, Кыргызстана. Те люди, которые сегодня занимаются лошадьми в Средней Азии, в том числе Казахстане и Кыргызстане, знают о наших лошадях. Конечно, этот труд кропотливый, требует умения, терпения, навыков специальных. Чтобы лошадь, она завоевала призы, показала себя в соревнованиях, должно быть, на мой взгляд, четыре главных условия. Это все-таки главное, это родословное. То есть откуда происходит лошадь, какие предки у него, какие качества, генофонд какой. Обязательно мы в селекции, при подборе этих лошадей, мы все это учитываем и стараемся использовать тех производителей, которые зарекомендовали во всем мире, показали себя. У иноходцев есть производители таких линий, как Стар Спрайт, Хутман, Нобл Виктори. Имея такой, значит, генофонд, такой хороший, прекрасный, конечно, нужно доводить дело до ума, обеспечить обязательно, значит, условия содержания кормления. Если мы не докормим лошадь, он не раскроет в будущем, потенциал не раскроется и не даст никаких результатов. То есть это, опять-таки, это требует умелого подхода, значит, балансированного рациона. На сегодня тоже условия в этом отношении оказались в числе очень хорошие, потому что и Сыкуль, это Средние Горья, мы имеем и горные тропы, и песчаные, значит, тропы. Да и наш регион, вот это надо отметить, что зимой у нас почти без снега. То есть круглый год мы можем тренировать лошадей. В-третьих, значит, все-таки, чтобы лошадь показала выдающиеся результаты, нужно все-таки, должен быть хороший тренинг, умный, значит, должны быть специалисты в этом. Неоднократно, значит, не один год, набившие оскоренного, то есть знающие функциональные физические способности лошадей, их тренинг, доводить дело до такой степени, чтобы лошадь была всегда готова подводить к нужным соревнованиям. Надо все-таки уметь. Это очень непростое дело. Кончен рабочий день, но дома у Замира он продолжается. Небольшой табунок нужно накормить и напоить, и так три раза в день. У него предчувствие, что из этого молодняка наверняка выйдет хотя бы один и находец. Время покажет, а пока нужен уход. Куда ты мчишься, гордый конь, и где опустишь ты копыта? Лошадь в нашей повседневной жизни будет еще долго занимать большое место. У животноводов эта перекочевка с зимних на летние пастбища. И еще, ведь конь и всадник у нас остаются образцами, исполненными красоты, стремительности, совершенной пластики, силы и гармонии. Недаром в представлении нашего народа и находец олицетворял солнце и был посвящен ему. И с конями, мчащимися огнем, пышущими, искры копытами высекающими, кочевали наши предки. И вообще, когда имеем слово о иноходцах, с иноходцами у нас связано дело Казахстане и Кыргызстане. Мне хотелось бы, что тот вид конного спорта, занятия иноходью, мне хотелось бы, что в будущем неплохо было бы, если приобрести международный статус. Значение иноходца в жизни, особенно кыргызов, казахов, неоценимы, поскольку история наша связана с лошадьми, и кыргызы, казахи особо ценили бытность иноходцев. Ведь у нас говорят, дословно, если ты живешь день, полдня катайся на иноходце. Кстати, в сегодняшний век, век индустриализации, когда вокруг вся окружена техника, мы все больше отходим от природы матушки. Сегодня в цивилизованных странах везде ощущается гиподинамия, и отсюда у людей ряд таких болезней, связанных с отсутствием движения. Именно технический прогресс сегодня приводит к этому. Я думаю, все-таки человек должен опять все-таки в контакте быть с природой, именно в том числе с лошадью. Что дает лошадь? Это конкретно, скажем, сегодня есть такое понятие ипотерапия. То есть в ипподромах, конюшнях очень часто сейчас люди стали ходить, значит, в ипподромах, конюшнях и кататься на лошади. Это целое направление, я бы сказал, медицины, в том числе народной медицины ипотерапии. То есть побыв в контакте с лошадью, у тебя, значит, снимается стресс. Замир отмечает, что основное средство управления иноходцем – руки. И недаром, если о всаднике говорят, что у него мягкие руки, и он не дергает коня поводом, что он способен чувствовать малейшие изменения в поведении лошади под влиянием средств управления и применять правильные приемы, это для него самая большая похвала. По роду службы мне посчастливилось быть, побывать в Англии, в Италии, да и в других странах. Часто бываю в Казахстане. И вот радует одно, что в этих странах коневодство, отношение к лошадям, вообще-то поставлено на очень высокий уровень. К примеру, в Италии, в городе, около города Турина, я побывал в аквадроме Виново, где жил, творил и создавал, значит, высококлассных, ценнейших лошадей, непредвиденный мировой коннозаводчик Фредерико Тетезио. Его лошади сегодня, вот, на сегодняшний день в мире непредвиденные. То есть созданные его трудом, умением, значит, опытом лошади сегодня распространены во всем мире. В Америке, в Англии, в Японии, в других странах. В Англии есть место Нью Маркет, где, вообще-то, Нью Маркет сегодня является центром коневодства. То есть все породы, все созданные числовесом, имеются в этом центре. Значит, арабские шейхи, сама королева английская имеет, там, конючные. То есть грунт, где идет тренировка, значит, лошадей, имеет развитие семи видов, начиная от песчаного, значит, грунтового до искусственного грунта. Имея, значит, ценнейших кадров, жакеев, тренеров, энтузиастов в Кыргызстане, имея сегодня хороший генофонд, мы несколько сегодня, к сожалению, отстаем. И вот хотелось бы, чтобы вопрос все-таки был поставлен на государственный уровень. Государственные мужи все-таки хотелось бы, чтобы обратились именно лицом к коневодству, поскольку у нас в последнее время в этом плане отрасль, значит, несколько снизилась. С возрождением национальных традиций, скачек, все-таки сегодня отрасль можно считать на несколько подъема, но все-таки надо, все-таки хотелось бы, чтобы она имела большую поддержку со стороны государства. Ведь это и подробные испытания, это условия для конных заводов, создание тех условий, которые сегодня требуют международного уровня, то есть это и лаборатории, и селекции, и приобретение ценнейших производителей из-за рубежа. То есть это очень много таких вопросов, в которых энтузиасты сегодня, те, кто занимаются лошадями, они поставлены сами перед собой, но вот эти вот масштабные вопросы, они на сегодня не в силах решить. Поэтому все-таки на сегодня конники, многие умелые ребята у нас уходят в Казахстан. К сожалению, что сегодня и по голове лошадей ценнейший генофонд тоже у нас в большинстве своем уходит за рубеж. Я думаю, будущее в Казахстане коневодства очень большое. Значит, весы и умелые, значит, знатоки, коневоды, да и базовая, базовая у нас есть во всех областях хиподрома, главное есть у народа очень большое желание. Поэтому если вот возродить, это будет и занятость людей, все-таки это и, в конце концов, и валюта, и это бизнес. И, конечно, это очень большой вопрос воспитания подрастающего поколения. Ведь ребята, занимающиеся лошадьми, они приобретают такие навыки, значит, это и, в конце концов, нарабатывать волю, довести лошадь до конца, значит, до победы, это требует очень кропотливой работы, значит, воспитывать волю. Те ребята, которые занимаются лошадьми, все-таки, они далеки от взлободневных сегодня вопросов, как спиртное курение, другое, вот, негативных явлений. Коневодство, значит, в плане воспитания подрастающего поколения, и вообще, как отрасль, как экономика, значит, она имеет неоценимую сегодня роль. Я верю, конечно, что в ближайшем будущем все-таки коневодство у нас будет процветать. На это есть все основания. Интересно, что наши деды, укращая диких лошадей, ловили, привязывали их к своим лошадям и отпускали на несколько месяцев вместе, и только потом объезжали. Объездка молодняка – дело серьезное и порой опасное. Здесь у лошади проявляется свободолюбивый нрав их предков. Но вот мы надеваем на него уздечку, седло со стременами, конь укращен, и в его судьбе начинаются большие изменения. Это тренинг. Да, это целая наука, которая включает в себя посадку, выездку, искусственные аллюры, различные элементы высшей школы езды, уходящие в глубокую древность. Красный конь стучит под ковой, обжигая сердце мне. Кузница. Здесь из огня рождается обувка для ног скаковых лошадей. Правильный подбор металла, температурный режим в горниле печи и другие секреты кузнечных дел мастера скажутся в долговечности подковы. И здесь частый гость за мир. Он прекрасно знает, что от искусно изготовленной подковы многое зависит, даже в конечном итоге победа в скачке. В конном деле мелочей не бывает. Профессионально подкованная лошадь комфортно чувствует себя под седлом. Старт. Возглас Оминь. Алдо Ахпар. Выезжают боевые скакуны, грызущие ячмень, глаза которых сверкают, как зеркала. Скакуны, грызущие пшеницу, глаза которых сверкают, как фонари. Выезжают игривые боевые скакуны. Если у вас есть скакуны с легкими, как сито, с медными ногами, то выводите их на состязание. И если они придут первыми, то забирайте приз. Выводите своих скакунов не торопясь и раньше времени не волнуйте их. Конь – мгновенная зорница, всадник – белый луч. Почему для нас остается таким дорогим конь, соратник и ближайший друг наш за последние четыре тысячи лет его истории? Мы можем сказать – век иной, иные коник. И оседлав этого совсем иного коня, стремительно и неудержимо бросится осваивать новые пространства. Это замечательно, что у нашего героя, у нашего скромного подвижника, есть ученики и продолжатели. Спасибо ему. Да, он самоотвержен и неутомим, наш замечательный человек. Такие, как он, есть и будут во все времена. Ибо без их нетерпеливого блеска в глазах, без их неустанного труда, замрет наша жизнь. Можно с уверенностью сказать, что богата наша земля на самородке человеческих душ. Просто здесь воздух такой, солнце такое, земля такая, что растут они как на дрожжах и, как правило, добиваются исполнения своих желаний. Они бывают порой нетерпимы в своей фанатичности, они бывают несносны в буднях нашей повседневной жизни. Они действительно удивительны, потому что живут в будущем. И это прекрасно. Они украшают наш мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok